привет привет уху сумочка привет мы так вдвое внесли а тут он взял один ничего себе я как-то бежал что-то просто ой давай вдвоем эту тяжелую а тут смотил его до сих пор бежать ничего себе у меня говорит маленькая сумочка ну маленькая я тебе давал сумочка просто рюкзак маленький рюкзак и маленькая сумочка рюкзак тяжелая сумка тяжелая что-то напихали мне интересно ой сейчас посмотрим все что можно как этот запах этот у вас вкусные хорошие да это смолой пахнет от сосен хвойный да да хвойный запах да красота да ну проходите да спасибо зимний пахнет ой а я не знаю цветочный такой запах да ну может быть цветочный только не знаете цветы цветы да да смотри маленькая малинка да 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 малина появилась уже ну такая лесная мелкая да 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 она самая вкусная сладкая она сладкая но хочется покрупнее конечно да да чтоб костей не было в ней как красиво то у тебя ел как опять красиво стало ну лето ну лето да 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 давно было пойдем маманьки посмотри пусть на тебя как ты похорошел то хоть да да смотри смотри кто приехал а с той стороны со стороны леса ну а я пошла здесь калитку открыла рек не виделись знакомь или коронавирус нет коронавирус да мы только приехали сами мы уезжали в город так долго так устали утром 10 часов мы уехали да где сюда он пойдемте дом покажу жалуются жалуются эти в город там все окей тоже такая сухая шашлычки будем сделать я купил эти самые уголь но я купил такие прессованные вот этот подождем это все сгорит и там будет какие-то угли мы сверху положим угли да и все вы замариновали шашлык это оксана мариновала это интересно на уши сейчас села на все теперь ее не отлипнуть и поболтать низким да на ладошку и с песочком и стаканчик это направить елки рассказывали а сколько им лет неизвестно да ладно но они были большие я их тронировал они были бы высокие он смотри у нас виноград в этом году будет мы же не укрываем чуть-чуть да ну вот эти вот изабелла да это чисто из казахстана она не для петербурга я спрашиваю не успеет ну а нет мы но она такая полусладкая все равно но они в казахстане то висят зреют там до сентября до сентября и что это разросся пойдемте дом покажу это да пойдемте это мы хлеб размораживаем это еще ира ира привозила фермерский хлеб он еще такой да не они нет это здесь покупала что ли в русской этой как его пекарни пекарня красивая хлеб фиговый ну как все в россии у них одна оболочка потемкинские деревни надо ее вырывать из лап это не нет ни я сейчас точно там есть из плохо ну ладно пойдемте вам дом покажу да и все и будет все окей сразу же лаванды боишься пахнет на самом деле лавандовая душка мне кажется меня лаванды просто пахнет не так не снимайте ну вот это комната матери я здесь говорил что это не он нет это правило даже а мы сейчас посмотреть можем здесь мать живет для дядя рисовал все эти картины писал вот эти вот ну вот эти все картины и волнте тоже надо проходить вот такая небольшая спальня до это у нас кухня это комната тоже такая думали что это гостевая но никто здесь не живет а испугался это милый банк не то что испугался неприятно мне она мне в глаза утром смотрела я говорю я больше не могу так я смотрю она не смотрит в глаза я открою глаза я только в эту сторону я всегда вот сюда смотрел не в это и старшер будущий красиво ну его буду разбирать перекрашивать колпака вот сейчас я колпак ну это вот так вот типа того будет ну вот он такой ну вот ручная работа там один готовый вот пойдемте кухня экскурсию по дому ну вот год здесь прожили да так проходить до обои поклеена она и стала городской сразу же вот там руки мыть туалет там красавчик прилетела сюда и поговорить низким но это то что надо вот можно руки выхарить беру процентов у всех нет воды у нас есть вода мне не можно не беречь нет нам наоборот вода застает а это ольга петровна перекрыла все краны и теперь вода вся к нам идет до их довольны люди умирают без воды маленькие дети пухнут дает мама дай попить ольге петровне смешно все это яблочки есть вот так да вот такой молодец парик вы хорошенький стала вот это я понимаю и щечки окушите щечки наконец-то появились когда интересно то что собственно производстве я вчера ел куриный суп собственного производства меня угощали я был счастлив на самом деле поскольку сколько людей столько рецептов я рассказал я по коммунальной квартире ходил и везде побирался толик тебя кормили потом мне было плохо и вливал потом накормят и мама всю ночь с ним возится у нас стена накаляется у них кровли на там бежит с утра и до вечера а что же они всегда тут палатка что кондиционер не поставили не поехали его спина болит и за этой спины не поехали конечно может за рулем вот она я просил липу оси разверни пожалуйста понюхать липо это дерево а когда нормально цветет ну вы конечно мешок приди попросил привезти просто ну там попробовать просто сейчас уже у тебя у мамы там вообще как она мне присылает фотографии пони там чего только она не слушать и какой-то они чай будем заваривать да а вы с тапками ну тапки то у нас еды нету нам есть нечего сегодня мы набрали это самодельный класс да это тоже к вас нет это водичка ну лето прекрасная слушайте лучше чем дождь где-то все подыхают а это что-то еще слава богу нас есть жизни бог и счастье так надо в морозилку тогда я уберу а я даже не спросил что-то купить может быть надо серёга даже не вспомнил я очухался думаю что я перенес работу завтра на обед так что мы можем завтра подольше побыть а делать когда вы хотите чуть-чуть попозже чуть-чуть попозже мы сейчас обсудим если вы есть хотите мы сейчас поймем или просто или просто что-то так без холодильника поставить а новое задание перенес и сталь проваливаю ну а тут еще возьми сейчас а это воду можно оттуда вот сейчас я сейчас сейчас бардак холодильник купили надо было два побрать холодильника тогда ставь туда его застрюку дай я что-то сделал туда миску да ага так а это блин никуда не влазит сейчас давай я сейчас на ты знаешь поставь я не люблю эти вот здесь холодильники дурацки да все в каких-то кастрюлях можно да ой и мне обязательно в холодильнике быть ну да пусть там подвяжись ух а еще раз я отдашусь ты зачем меня снимаешь а чтобы ты это сама знала как ирку снимать в виде она молодая ирку можно снимать а себя не хотят я буду вас всех снимать ой вот этот яйца вы что яйца привезли конечно обалдеть я хотел сказать ну ой да нет ну не везти же все продукты сюда а я думал что это надо что-то да что ты говоришь у меня как интересно вот это интересно да вот это надо завалить второй этаж посмотрим и я выключу камеру тогда да вот вы будете здесь спать это я здесь эти самые отвечаю на отзывы люди спрашивают почему американский флаг на потолке вот это я говорю так я не люблю Россию где где-то русский флаг я говорю так я не люблю Россию я люблю Америку с детства какая Россия граждане да 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 ну вот здесь вот заходи заходи да ну конечно здесь вот да увидишь а вот торшер еще один вот этот готовый который это вообще красавчик это да это моя у меня две диваны то на одном сплю то на этом да уже все ободрано малый столь это нет вот эти джинсы уникальные это тонкий деним я его единственный раз купил я брал в Швеции 1100 крон по-моему я отдал это где-то 100 евро ну такие тонкие обычно женские делают тонкий деним но это мужские попались такие да вот немножко все меняется ну по чуть-чуть да чуть-чуть как не приедут да все я хотел вот эту купить штуку все все хотел купить не купил их набор целый такая керамика такое тепло как будто южный берег Франции что-то такое такая стилизация вот ну и вторая комната ну и здесь буду я спать да ну здесь такая вот кровать ну это старая комната такая она вон уже с потеками такое все все а вот здесь просто я тут спал все время да а ты знаешь как то окошко вот выйдешь здесь маленькая кровать конечно поэтому здесь вам не поместиться это нормально это полуторка это полуторка это полуторка да к сожалению вид сделали на одну помойку и на вторую помойку а надо было вид делать на лес на сосны ну вот были там пассажиры одни типа меня ну тогда это все не ценилось еще удивительно что я сосны не попилил все гоблины попилили сосны мне говорят Толик у тебя сосны почему у Ахматовой сосны не падают а у Терновского должны сосны свалиться вот мне интересно здесь песок поэтому здесь такие да в Комарово они не падают а в Токсово должны свалиться все сосны прямо видите все попилили это все новое выросло ну здесь такие гоблины они все военные придурки короче с этим фундаментом цветы везде ага везде с этим фундаментом так и не разбираются да 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 запас коряк для фаршеров да 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 но они не подошли красиво пригонятся да слушайте надо чай заварить этот самый липовый слушайте а как его заваривать и пить ты серьезно да как интересно давайте заварим липовый чай А вон этот чайник он а в чайник не надо снимать керамический да в каком лучше вот керамический Серега в каком лучше заваривать кстати вот вон керамический есть крутым кипятком давайте в нем давай я его помырю да да брось ты его для них коричневый что ли чайник да вот это керамика ну доставай керамика говорят на свадьбу даренный какие годы годы сразу же говоришь я свадьба моя вот все все знали я свадьбы какой год но кто знает еще можно налить как раз класса охладиться прохладишь что он был серега меня заинтриговал шашлыком неоднократно рассказывала что мы на мангале на таком нормальном мангале свиной давно уже не делают да 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 я не знаю ну так что будет я не знаю вот эту манку я сюда свеженьку я уже достаточно так интересно какой же будет вкус я ни разу не пробовала бедная интересно но вообще-то и лечебный по моему это интересно сахар надо класть или нет когда пьешь чашку а молоко мне просто интересно я не знаю теперь вон там сзади этот самый чайник все из квартиры все же в руках машина не было все это а вот это у нас есть что-то на накрыть чем-то есть накрыть чем-то чайников а чем накрывают а любой полотенец можно вот этим может быть другая история как-то накрывать ну как это можно накрывать взять кирпич кирпичом на вот это сверху вот так еще прежде мне вот так вот серёга любит сниматься он фотогеничный потому что а почему фотогеничный он красивый поэтому так а сколько должно стоять 10 минут мы пойдемте на улицу да и потом выпила кофе цикорий и конечно до пяти до пол шестого как не захотелось зеленый она зеленый чай ты имею ввиду что все записывается а потом когда будешь есть шашлык будет другая история понимаешь показания не будут сходиться пойми да и потом выпила кофе цикорий и конечно до пяти до пол шестого как не захотелось ты имею ввиду что все записывается а потом когда будешь есть шашлык будет другая история понимаешь показания не будут сходиться пойми мы с отцом пили пиво и он пил пиво и и мне было 6 лет я пробовал пиво очень вкусно он был горько но мне понравился да и тогда я понял когда я вырос ты буду пить пиво и курить но к сожалению курение долго не продлилось поскольку бросил курить вот ты пиво то же самое и пиво да я здесь купил дня два назад какого-то русского пива выпил и она видно что вообще не то бензин мне не какая-то другая история удовольствия нету как на заводе сделано видно мы пили с тобой разъемное она легенькая ну как у вас да да это чувствуется что местное пиво у меня было потрясение мы в праге пили пиво и не весело после него хотелось веселье вообще не было веселья после пива они ходят а предлагают то как и называется что они предлагают бехеровку бехеровку предлагают пол-литра серёги была идея так мы покупаем пиво будет мало пол-литровой кружки и мы зашли около как его ресторан там был у моста воды не так как мы были нет это совсем там с костей сидели тоже река чертовка там такое да делает воды как как у нас кромерский канал чертовка и там нам дали две палитры а я думаю вроде кружки нормально что же нам до этого давали до этого пол-литровый давали а здесь литровый тут это думаю нормальный размер она сама по себе такая тяжелая еще литр там ну сейчас как это литр да 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 безалкогольное пиво продали а что мы пили вот там мне даже потом подогрели потому что я кашлял мы были пивоварню у флеку это старая там пицца пивоварня и там бехеровка тебе дали бехеровку да необычный вкус у этого снадобья на зеленый как будто зеленый чай но я вот водоотдаление интересно надо еще попробовать какой эффект должен быть от нее как чай да туда обычно можно еще кинуть ну это так когда уже но все равно там ничьи вот это полезно для просто один этот на чайник господи как его называть пакетик чай обычный а чай обычный он как бы слепой но вроде темный интересно да вот к этим в чайник до заварить интересно не все заросло все дачи конечно дома кровь из глаз то есть это отстой на самом деле все эти дома это позор ну включай мой дом конечно я здесь видел дом я видео даже снял со штативом ходил какая стилизация франция причем франция средневековый да 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 здесь куялова великолепная это самый лучший дом что все время я видел я 25 лет работаю я лучше не видел ничего я видел дома с лифтами там большие маленькие и воды нету у людей даже посуду помыть не могут вода вонючая оля-ля тут же помочь когда болото всегда да да присядли едет вонючка его называют прига машина смешная где он взял ее я не понимаю клоунская какая-то на озеро приехал не значит посмотрим или сосед чем там дело кончится может скандал будет побежал побежал нарвался на председателя я хочу когда здесь люди заедут на озеро там шлагбаум стоит я хочу шлагбаум закрыть а у меня есть замок который не пилится надо ушкой пить а ушка сантиметр толщиной а кто им пилу даст интересно то есть им побираться надо будет это прикол был бы да а не это сосед жалко я думал что это кто-то заехал и все дальше кто-то сюда на озеро приезжать якобы я никогда не вам машин не видел здесь чужих здравствуйте я думал вы шугать кто-то на озеро приехал думаю интересно хоть медицинская кому-то поплачила наверно это давно было до серёга любил здесь пораньше встать а я любил поспать всегда за границей любил я пораньше встать куда-нибудь ведь сейчас серёга спалось хорошо всегда народ есть купается ни одной нормальной тетки нету я уже все проверил все какие-то отбросы общества не то да почему так куда они все делись сейчас увидите такие там жаробасы 1 вообще никого мы пока однажды вот там там пирс есть пирса мне вчера женщина говорю там хорошо нырять это смотря это вода чистое чисто а если она якобы замутненная то что дети плавают да сколько здесь было впервые люди на днем приходили еще тем более зарыт такой нечестно было ну да если хотите можно на пирс у вас ходить посмотреть что там пойдемте к пирсу подойдем просто хотя бы посмотрим пойдем посмотрим какой карабас барабас станет у карабас страшный бас и жесткие манеры это меня спрашивают где говорит флаг русский какой флаг русский вы что после этого флаг русский что за попуасы а такие наивные но все наивные люди конечно смотрят это все те самые перед или пытать края до что ледь как это бобры бобры да это засилье писали бобров вот так они кстати весна он еще был такой хлипкий у них плавка туда же глубоко из глубоку но там лестнице вон там лестница где-то около двух метров может меньше попробуйте я тоже плавать и не умею земля нужно под ногами что-то было твердо ну пойдем туда а не видел этого боюсь и здесь пройдем как у нас и мангалы и дебильные где все девушки то и вот эти по модельной внешности видико образы какие-то ужас какой-то я не хожу на озеро здесь на смотришься такого спать не будешь на деле будет снится эти вот демоны такие ужас да 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 меня здесь камера навернулась кстати после той поездки на корабле смотрели кстати не успели все у нас времени там темновато конечно получилось немного потому что все-таки в темноте снимали ну кое-что видно ну конечно не передает ни качку ничего не передает не включилась то пыль попала в гимбл и она не встречалась я позвонил в сервис и мы сделаем полторашку только визит с собой были мне полторашки жалко еще перед надо куда-то на 3 9 земель я поехал виталику пока он трезвый он дул дул на продукт когда не надо дул дул не помогать пацаны сказали не надо смазывать он взял какой-то силиконовую эту смазку набрызгал все заработала вот надо же что-то давайте здесь купайтесь раздевайте а шмотки под как это так ты что серёга серёга мы шмотки покараулим красавчик я думаю сейчас труселя щас нет здесь не полезет я как-то весь купался тоже не пойду и однажды с ним мы купались я воды так нахлебался было плохо наверное дня четыре я теперь боюсь вообще буду залазить монологи купались такая была теплая вода причем поехали на залив залив было она была не просто холодно она была ледяная конкретно ледяная вода будет я не ожидал что вода может быть такой холодной и мы поехали на ладуга налоги очень теплая реально но грязная как всегда ну там покупались я чуть с тех пор уже три четыре года прошло ни разу не я купался в антибе да во франции здесь каждый день не знаю почему же с утра ходить пока никого нету но одна толстая другая куда одна толстая другая куда вот так вот жизнь жизнь туда повернулась туда за поет и озеро из берегов выйдет такое солнце блики да интересно там дальше тоже там песочек ну как вода теплая да дайте полотенце она горячая или теплая можно с утра если хотите там можно пойти обратно там переоденешься да лист еще хочется раздумываю ладно пойдем тогда да 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 Пойду. Коман сова. Как жизнь молодых? Все бегут. Вы купаться? Вода теплая. Он говорит, даже я не почувствовал воды. Тепленькая. А ты что, не купаешься? Нет. Я воздержался. Я все видосики, видосики. Ну и зря. Вы мне просмотры поднимать будете. Да. Под горящую руку. С камеры. Видишь? Вот это. Видишь, уже... А, она, да, уже... Все. Ну, вон там. Черника. Тоже ягода. Ага, вот кстати. Ну, она... Ну, она... Ну, она... Ну, она... Ну, она такая... Не сладкая, не счет черника. Ну, это, в принципе, земляника, не клубника. Да, это дико. Да, это дико. Да, это земляника. Мансика. Ага. Ага. А я тебе набор. А я тебе... Оф. А ты берешь? Покрупнее взял. А она крупную выбрал. Да. Вот черника. Посмотри. Да. А брусника где-то тоже растет, но у нее не стало ягод. А вон там, смотри, сколько... Оу. 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 Миско вкусно. А вот вкуснее обычные пудники. Да? Ну, она может быть послаще, но... Она ароматнее. Мать узнала, что у кого-то крупная и все из покоя потеряла. Я говорит, тоже хочу. Черника засушенная уже. Да, немножко она. Все. Да. Ну, ты впереди, я сзади, да? Позор, джунгли. С вами вы позор. Да. Поддержу сейчас. Оп. Ну, да? А чего? Ну смотри, чтобы не съехать Здесь какие-то подобие ступенек даже есть Кто их здесь сделал, непонятно Да уж, ступеньки Тишина какая, да? Ну здесь машины редко ходят Вот у нас даже нет такой тишины Везде мусор, ну что такое? Еще говорят, почему у тебя толик флага нету? Русского, какой русский флаг? Они не заслужили Ну ты-то уж насмотрелся озер-то, наверное Нет, да нет, они все разные Они все разные Смотри-ка, как-то салон какой-то там дядечка Рубы был Что-то делать там Слушайте, а я думал, что здесь тоже народу будет много А никого и нету здесь Вот аппарат пригодился Дунул, плюнул Включился Да, я хочу посмотреть, что там Серега будет снимать А у меня сейчас я, как всегда, надо попаярся сделать Ага Вот, красиво Ну вот такие дела Большое озеро, да Сейчас красивый вид, вот солнце в таком положении, что... Да, да, да Ну ладно, пойдемте А, пожалуйста Спасибо за просмотр! Ну все, поехали Ну мы уже приехали тут фактически Тепло грязное какое, я протер, а потеки остались Я последний раз... Военное время, да, была граница? В 1926 год, вот здесь было какое-то столкновение А русский столкновение, русский столкновение там был-то здесь Вот и все Вот и все Ни за что погиб, короче говоря, как всегда в России Вон за них он воевал, вот смотрите, вон они сидят Вот за этих папуансов Пал смертью храбро Мы пойдем по правой стороне О, купается народ Тоже народ купает Ну такое течение здесь, река Вьюнк Как она раньше называлась, это я не знаю Но там интереснее Ага Я здесь снимал в мае, когда отсюда Черемуха Такие были интересные съемки Ну вот и Финляндия, да? Да По сути дела-то Это Чжинская территория И никто нас не обманет, что это Россия Кто скажет, что это Россия, я в лицо Что это? Ага Продолжение следует... 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 там пол мешка можно высыпать сразу же пол мешка останется либо ну если мы завтра уже еще что будем готовить завтра до пол мешка высыпать а ну только русский коньяк пьет с лимоном на он убивает все вкус коньяка ну и нам так кажется мы же люди то его еще обычный пример уже надо немножечко погреть пары выветрить не сразу же пить немножко его вид спиртовые какой-то виноградный я в алкоголе не очень разбираюсь мягко говоря я купили полусухое да я не знаю я не могу его понять нифига и не куда любое пусть самый дорогой за 600 рублей там за 300 самый дорогой не 600 рублей магазинные обычные продуктовым конечно может каком-то алкогольном специализированном там и дороже есть а в нашем ну тысячи там может еще есть 800 тысяч это максимум дороже так мы с кости были вылезать и зимой я перебрал разные сорта мне все понравились абсолютно все летом приехали слушай совковое порошковое вино мне показал по но я не разбираюсь колхозник ну да по вкусу я понял что это меня какая-то вот касательно вот этого допустим маконьяка читал они человек писал отзыв на сайте вот он там какой-то полу глоток четверть глотка там какие-то раскрываются какие-то там еще я нищего не понимаю какие-то раскрывается от полу глотка четверть штуки дрюки это вот люди вот мы знаем уж профессионалы не что-то там может у них рецептор по-другому ну конечно я не могу почувствовать здесь вот здесь вот здесь пошло здесь у нас и на следующий 3 на 3 глоток он себя проявил явно 10 глотков не понимает но у нас другое проявление должно проявить по мозгам дало не дало и все красивые пойду я посмотрю что барышни чем занимаются решетку я думаю там будем все делать да и мясо нужно да это я могу взять горит да но мы еще угли не клали у нас еще там здесь на улице лучше чем в доме доме жарковато да он всем знакомый киевский стоит за 300 рублей сейчас решетку было раньше шведское гадское качество за 300 рублей до но это уже другие цены сколько сейчас интересно стоить ну да где внучка на мать похоже копе да ты увидишь а ты это ольга и я думаю что она на ольгу похоже как это ольга есть так мясо так вот я так я и хочу сказать она не дал рубку дымку водки потом год между 1 2 перерывчик небольшой я говорю точно она не на мне вторую рюмку я выпил у зубного врача пардон ну и вот выпил такой сижу она же не может время тянуть ну что бог троицу любит я верю 100 про она до чего сейчас дойдет устала 4 стула 4 ножки четвертую давай наливай да короче ли я выпил третью рюмку водки у врача зубного врача да ну как хорошо тебе легче стало году в общем то легче и и стали мне хреначить зуб ну да нет они там какую-то фигню делали внутрь ну лечить деликатно скажем канал делать вот канал делать я у нее спрашиваю это спустя годы прошло года четыре я говорю слушайте а помните вы меня водкой угостили перед ремонтом зуба конечно помню ты единственный пассажир в моей жизни ну вот кого наливала перед лечением зуба а мне было больно а где-то к этому не относится вот что я хочу сказать на анестезию водка не влияет это мне сказал знакомый зубница марина алексеевна а я думал что влияет вот водки хряпни и не бойся выпей выпей водки иди к зубному врачу и тебе но это тетка не будет обманывать девушка женщина не будет обманывать правильно знакомый человек все было и наркота и все это вот она нет она сказала да если до этого принимал то там какая-то шляпа а если в этот момент наркоту принимаешь да там что там понюхал укололся и можно зубы делать безболезненно зато все это интересная тема сколько поскольку друг гораться еще там мире непознанного неизвестного да так ты и налил в итоге ты она убежала вот такие есть слушай во сколько стемнеет интересно как ты считаешь а сейчас это плюс 25 плюс 25 первый раз в жизни в петербург пришло лето никогда такого не было вспомнить две недели в июле да две недели не каждый раз да 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 не подряд не подряд до полтора и будет еще август наш вот вот запад пришел западка везде где приходит запад приходит счастье вот погода как на западе как во франции там в италии я не знаю где еще в испании португалии южной нормальной европе да все окей сразу же окей и виноград будет слушай конечно такашем шампуры нужно да и мы здесь надо нанизывать да сейчас я принесу а лимон на конечно да на на улице да рассказали но я уже с собой разговаривали смотрите уже к с утра пиво пьют темно стало уже а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Фух, где он диланшет? Ну, кабачки не очень готовы. Не очень, да? Не очень. Не поджарились. Не хватает, да? Надо снять верхние кирпичи. Я сейчас сделаю. Помидоры точно пожарились? Помидоры точно пожарились. А кабачки... А кабачки, они дольше. Не надо, не надо. Давай я ниже. Здравствуйте. Готовы. Ты будешь еще? Да. Ну, выхватывай. Надо больше. Они должны немножко такие, черные. Они должны черные. Все остальное пожарилось, но они нет. Надо ниже, надо больше. Ты, я сказал, потолще, лучше. Не, при чем, не, ни шутка. Они даже виз белая. Им надо больше температуры. Им надо... Ты, ты что, убрать и пониже? Да, пониже. Ну, карточки. Может, это хорошая? Вот, 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 вот. Все? Угу. 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 Ну, все. Сейчас мы это все делаем. Товарищи... Субтитры сделал DimaTorzok Ирка, если ты смотришь сейчас меня, лопни от жавести, скотина Толечка, куда вы, ну, сквозь ее максимально в Италию туда ехали, до какого города? Никуда! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok 20 градусов DimaTorzok 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 DimaTorzok